Владимир Маякосов, Владимир Ильичин. Это замечательное изложение политической экономии марксистской и ленинской, исторического материализма, истории нашей партии. Мы будем сегодня рассматривать этапы развития капитализма. Ну помните, да, две стадии проходит капитализм в своем развитии. Капитализм свободной конкуренции и монополистический. Вот, пожалуйста, пол странички. Вы все поймете. Я не особый чтец-декламатор. Для внуков пишу в один лист капитализма портрет родовой. Капитализм молодые года был ничего, деловой парнишка. Первый работал. Не боялся тогда, как вы правильно сказали, что у него от работ засалится манишка. Трекофеодальное ему тесно. Лес не хуже, чем нынче лезут. Капитализм революциями своей весной расцвел и даже подпевал Марсельезу. Пожалуйста. Откуда капитализм у нас получился? Вырос. От федализма, да? Сначала там экономический возник, потом революции и скинули монархию. С годами ослабло мускулов сталь. Он раздобрел и распух. Такой же с течением времени стал, как его грозбух. Обдреб и лег у истории на пути. В мир, как свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный выход взорвать. Все, вот он. Обдреб и лег у истории на пути. Пожалуйста. Сразу вспоминайте, какой он. Паразитический империализм. Загнивающий, да? И канон социалистической революции. Вот. Я сейчас буду вам эту скучную вещь рассказывать или вы повторять будете. Найдись, пожалуйста, поэт. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас семинарское занятие. Мы подведем итог к тому, что рассмотрели в первом семестре и во втором семестре. Задача у нас была посмотреть, как развивается капиталистическое общество, точнее капиталистическая экономика, какие этапы проходят. И что за ним следует, за капитализмом? Мы понимаем, что в обществе общества нет. Нечто есть раз навсегда данное, застывшее, неизменное. Оно развивается, проходит свои этапы, возникает и приходит. Уступает место более развитому, более прогрессивному, совершенно верно, более прогрессивному строю. И такой строй является, коммунистический строй или коммунистический способ производства. Мы рассмотрели на лекции этапы развития капитализма. Кто может вспомнить, какие этапы в своем развитии проходит капитализм? Нет, капитализм. Ну, можем с этого начать, какие этапы проходят капитализм свободной конкуренции и монополистический капитализм. Две стадии. Вот у нас еще подходят слушатели. Пожалуйста, здрасте. Первый вопрос, значит, понятие империализма. Пожалуйста. Вставать? Я думаю, можно вставать, подойти сюда. Добрый вопрос. Керемник Константин. Слушайте. Первое отделение Красного университета. Империализм — это монополистический капитализм или же монополистическая фаза капитализма. Признаками империализма являются возникновение монополии в банковской и промышленной сферах, сращивание банковского и промышленного капитала, финансового капитала, появление финансового аликархата, вывоз капитала, за которым следует экономический и промышленный раздел мира. Территориальный и экономический раздел мира. Что, в свою очередь, приводит к возникновению колониализма или неоколониализма, когда нет выраженного колониализма, но существует ограбление капиталистическими матечниками, аликархатным капиталом других стран. Все, да? Замечательно. То есть вы дали самое короткое определение империализма, еще раз повторим, и указали его признаки, которые раскрыл и указал в своей работе Владимир Ильич Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. Спасибо. Есть от чего нам оттолкнуться и идти дальше. Значит, если вы обратили внимание, вот на лекции я как бы шел так вот прямолинейно вперед. Вперед, вперед, вперед. А мы знаем, что любое развитие противоречиво. И в развитии есть две тенденции. Позитивная, негативная, прогресс и регресс. То же самое в развитии капитализма. И мы должны рассмотреть сегодня как бы все это в комплексе, в единстве. У нас просто было ограниченное время. Я бы как бы указывал основную и генеральную тенденцию развития капитализма. А вот давайте мы остановимся и не то, что более подробно, а все-таки рассмотрим с точки зрения этих противоположных тенденций. Итак, что является базой, основой, фундаментом капитализма? Капиталистического производства. Закон стоимости. Закон стоимости. Тару. Еще проще. Ну, капитализм это... Сразу вспоминайте определение или понятие капиталистического производства. Это что такое? Товарное производство. Совершенно верно. Товарное производство на той стадии развития, когда... Рабочая сила. Рабочая сила становится товаром. Все, всеобщая товарная производство, все покупается, продается, все становится товаром. То есть основой капитализма, капиталистического производства, из которого он произрастает, является товарное производство. То есть пока капитализм есть, есть вот эта основа – товарное производство. А дальше уже совершенно правильно раскрыли, такие категории, как товар. Основной закон капитализма – это закон стоимости. А на поверхности явлений закон стоимости, все эти законы товарного производства проявляются в виде конкурентной борьбы частных производителей или капиталистических производителей, когда мы переходим к капитализму в свободной конкуренции. Конкуренция – это что такое? Борьба за прибыль, борьба частных интересов. Частный интерес – получение прибыли. И вот они конкурируют, пытаются внедрять какие-то новшества, повышать производительность труда, входят в конкурентные борьбы, разоряются, большая часть, меньшая часть, наоборот, разрастаются. И вот идет такое развитие. И затем, как вы правильно сказали, на определенном этапе происходит смена свободной конкуренции, чем монополия. А монополия – это нечто такое, что уже противоречит, является противоположным конкуренциям. Это факты жизни, правильно? Мы видим. Тем более, это было сто лет назад подмечено крупными учеными, владающимися учеными. Они сделали вывод о том, что капитализм, свобода и конкуренция уже переходят в свою стадию монополистического капитализма. И монополия является противоположностью конкуренции. Вот эту такую линию я вам провел. А теперь вопрос. А конкуренция куда-то делась или нет при капитализме, если она является основой капитализма? Пожалуйста. Ну, этот вопрос, который мы не рассматривали, скажем, или я не задавал, он сам напрашивается из хода нашего рассуждения. Ну, давайте, кто-то один, пожалуйста. Добрый вечер, Аунов Андрей. Конкуренция никуда не делась. Ну, поскольку образовались монополии, они уже начинают конкурировать между собой. Как в пределах одного государства, так и между государствами. В результате развития монополистических компаний происходит сращивание. В результате расширения производства, укропления капитала и желания расширить рынок как сбыта, так и, наверное, сырьевой рынок. Эти компании, ну, не, как там термин такой есть, чистые, это компания как одного цикла. Многие стараются эти циклы увязать, ну, начиная от, скажем, первичной обработки до выпуска какого-то готового полуфабриката, либо уже готовой продукции. И все это свидетельствует о концентрации капитала, концентрации производства, что, в общем-то, в итоге и создает монополию. Да, вот у вас совершенно правильное было сделано первая часть и вывод. Спасибо тогда. Представьте, мы обсудим. Вопрос был какой? В каком положении, состоянии или отношении находятся при империализме монополии и конкуренции? И вот сделала совершенно правильный вывод. Это мы имеем противоречивое единство и монополии, и конкуренции. Вот Ленин, когда писал свою работу, он ее назвал, повторяю, популярный очерк. Он, видимо, подыскивал необходимые выражения, фразы, чтобы вот эту мысль, скажем, преподнести более ярко, более популярно, более доходчиво для читателей. И вот он так писал, что, с одной стороны, при империализме происходит подрыв товарного производства. Почему подрыв? Ну, потому что монополия – это противоположность конкуренции, подрыв. Но, с другой стороны, до тех пор, пока будет существовать капитализм, а империализм – это что есть? Лишь стадия, вы совершенно правильно сказали, фаза, вот вы сказали, стадия капитализма. То есть, какой бы ни был самый развитый монополистический капитализм, государственный монополистический капитализм, товарное производство остается его основой, соответственно, конкуренция тоже остается. Вот он так Владимир Владимирович писал, что товарное производство по-прежнему еще царит, в кавычки берет, но прибыль остается гением финансовых проделок, то есть монополистом. То есть, вы дали совершенно правильный ответ, что при империализме существует противоречивая монополия конкуренции, находится в противоречивом единстве. Примеров можно привести сколько угодно. На мой взгляд, самый яркий пример, самый доходчивый – это производство пассажирских авиалайнеров. Давайте возьмем крупнейшую империалистическую страну Соединенных Штатов Америки. Производит она авиалайнеры, крупные, широкофюзеляжные. Производит. Это известно всем. Компания монополия, как называется она? Боинг, конечно. А внутри Соединенных Штатов Америки есть конкуренция по производству таких пассажирских больших самолетов или нет? Нет. Одна компания. Вообще на одну Америку – это крупнейшая держава, мировая капиталистическая держава. Вообще одна только монополия, одна компания. А возьмем Европу. Аэробас. Она вообще одна, да? Это крупная монополия, которая представляет Евросоюз. То есть настолько… Это мы сейчас вернемся к другому вопросу. То есть на всю Европу одна только компания. В Германии же нет отдельной монополии, производящей пассажирские самолеты. В Великобритании есть? Нет. Нет. Ну, производство находится, если не ошибаюсь, во Франции, правильно? Техаэробасов. Ну, она как бы представляет европейскую страну, ЕС. И вот получается, что между этими двумя монополиями есть конкуренция? Есть еще какая, конечно. То есть Боинг американская, Аэробас – это европейская. То есть конкуренция никуда не делась. Вы совершенно правильно сказали. Она поменяла формы. То есть прибирала какие-то новые черты, которых не было в эпоху капитализма свободной конкуренции. Но, с другой стороны, внутри этих стран уже нет этой конкуренции. Там монополия. В общем, 100%. 100% монополия. Вот в этом противоречивом единстве они и развиваются. И, с другой стороны, почему эти монополии образовались? Вот характерный, хороший пример. Это что-то такие злокозные капиталисты, что вот все поглотили монополию. Нет, и жизнь заставила. Ведь возьмем производство современного самолета. Это же крупное промышленное производство, причем обобщественное. Сколько, ни сотен, я думаю, тысяч предприятий работают на то, чтобы произвести один современный самолет. То есть, они все находятся в цепочке, они вот так вот взаимосвязаны. То есть, они уже не могут друг без друга. Это не отдельные, атомизированные, так сказать, какие-то предприятия, которые живут сами по себе и конкурируют между собой. Второй вопрос, который вытекает из этого, если мы вернемся. Вот мы уже знаем, есть какие-то иные мнения? Нету, да? Ну, хорошо, тогда идем дальше. Вроде бы вопросы теоретические. Они были поставлены, решены еще сто с лишним лет назад. Но суть-то не изменилась. Вот возьмем современную буржуазную Россию. У власти класс буржуазии. Он тоже такой неоднородный. Есть те, которых условно называют государственники, условно в кавычках. Есть представители либерального направления. Бывают они на диаметрально-противоположных позициях. У них позиции схожи в одном, как можно больше выкачать из рабочего класса прибавочной стоимости. Здесь они едины, здесь они заединщики. А в другом могут вот так вот разойтись в разные стороны. И вот представители так называемого либерального направления, которые на протяжении уже трех десятилетий находятся у руля финансовой и экономической политики в нашей стране, вот проводят эту линию, вот вернутся бы вот туда, в капитализм, в свободной конкуренции. Вот мечта у них. Создать у нас в стране вот этот капитализм, в свободной конкуренции. А что такого плохого-то? Вот будут капиталисты, их будет много, они будут вынуждены конкурировать между собой. А конкуренция – это двигатель прогресса, двигатель торговли, как еще можно сказать. Но вот эти идеи, вот я задаю вопрос. Идея, скажем, призыва вернуться в капитализм, в свободной конкуренции. Или создать у нас в стране, к чему они приведут на самом деле? Как вы думаете? И к чему приведут? К чему? Нет, такого не может быть. Это в диалектике у Гегеля там. Сначала в ничто, но потом выясняется, что это не так. Либо все равно потом будут монополии, но скорее всего просто последний будет разрушить. Вот это совершенно верно. Полностью с вами согласен. Потому что у нас же полностью отборство станет, но полностью открыт рынок. Поэтому решают в любом случае масштабное производство. Если на какой-то материальном производстве. Да и сервис тоже самое. Грубо говоря, сейчас же вот создали этот самолет, запустили в производство сухой сприджет. Но в принципе всего первого, что оказывается в сервис надо было вложить едва ли не в большие деньги. И в итоге вот они там стоят на приколе. То есть оказалось, что надо выпустить над атакцией государственные эти самолеты, особенно что-то надо еще обслуживать, а это гораздо дороже. Ну, больше тревоги даже того же. Ну, я полностью согласен с вашей позицией, что попытки вернуться в капитализм свободной конкуренции, то, что было лет 150-200 назад, на деле приводят просто к разрушению производства. Тем более, давайте посмотрим, откуда возник российский капитализм. Не тот, который был, есть или это. Откуда он произошел, из какого строя? Из социалистического строя, из социализма. А социализм что из себя представлял? Об общественной социальной производстве. Совершенно верно. Тепло, как говорится, обобщисленное, крупное, обобщисленное производство, если воспользоваться известным понятием Ленина, образным, красивым, таким, правильным. Вот если капитализм даже самый передовой, это все-таки совокупность каких-то монополий, крупных, в ряде отраслей там одна, нескольких. Неспользуется, что единомонополий. Совершенно верно. Социализм – это что? Государственно-капиталистическое монополие, обращенное на пользу всего народа. Поэтому переставшая быть капиталистической надели, означало бы социализм. То есть социалистическая экономика, вот СССР, представляла собой единую, единую, крупную, обучисленную производство, единую монополию. И вот, придя к власти, контрреволюционеры, вот начали чем заниматься? Разрушать эту единую монополию на кусочки, на куски, на частички. К чему это привело, конечно, ну, так сказать, привело к разрушению производства. Возьму тот же пример авиационное, строительство, так сказать, пассажирских самолетов. В СССР были крупные производства, производилось достаточно много таких самолетов разных марок. В основном Туи и Илы, ну, Яки были маленькие, наверное. Я имею в виду крупные самолеты, Ил-62 были, да, Ил-154, Ту-154, когда-то. Что сделали? Вот стали приватизировать, все это дробить на кусочки. В итоге, к чему-то, ну, к чуть не разрушению. Удивительное дело, ну, страшное дело, я смотрел статистику. Были годы, вот наша уже капиталистическая Россия, когда количество произведенных пассажирских самолетов было меньше, чем производила царская Россия в 1914 году. Тогда производился один самолет, Илья Муромец. Его самолетом трудно назвать, но настоящий самолет все-таки, да. Первый, один из первых пассажирских. То есть, до каких пределов у нас, до каких размеров шло разрушение производства. Ну, и другое крыло правящего, кстати, класса буржуазии вдруг опомнилось, что вообще можно все потерять. Что они создали? Уже, так сказать, с использованием силы буржуазного государства. Объединенную, да, строительную корпорацию. Где вот эти еще оставшиеся производства объединились, сейчас пытаются что-то создавать и конкурировать. С крупнейшими монополиями американской, Боинг и европейской. Так, есть с этим делом, ну и такой важный вопрос. Мы его обсуждали, ну, постоянно он возникает. Поскольку капиталистический мир, ну, а в те годы, в конце 19 века, в начале 20 века, он был единственный, он перешел в стадию монополистического капитализма или империализма. Можно ли сказать, что все страны стали империалистическими? Почему? Ну, потому что империализм – это высшая стадия. Да, совершенно верно. А если только, ну, если не появлена стадия свободной конкуляции, как она, как возможно, стать сразу высшей стадией? А вот тебе есть вопрос. Нет, дело в том, что просто все равно страны развиваются неравномерно, ну, скорость развития. Так. И производственных сил, и финансовых, и, соответственно, и страны более быстро развивающиеся, есть менее быстро развивающиеся. Так. И, соответственно, те, кто быстрее развился и быстрее смог консолидировать вот эти монополии и капиталки, то они, соответственно, первыми совершили экспансию наружу и стали захватывать рынки других стран. Так. И, соответственно, именно они стали империалистами, а остальные, условно говоря, стали кормами других стран. Совершенно правильно. Ну, именно изначально были уже достаточно разные, чтобы… Нет, не бывает изначально. Изначально все были одинаковыми. Нет. Мы теряем пол. В Великобритании… Ну, мы те времена не берем. Да. Нет, ну, конечно, кто-то быстрее развивался, кто-то меньше. Ну, в силу каких-то… Ну, если Индия станет быстрее, чем Англия капиталистом, то как-то станет Англия капиталистом, аж со своими там этими деньгами быстрее у нас в колонии не берет. Ну, вот мы увидели пример. Индия была большая страна, а по факту Англия… Колония не лежала. Да, и были колонии. Сейчас они, допустим, не скажут, что совсем недоразвита Индия. Но, тем не менее, вот колонии в Индии по-прежнему нет. То есть, финансовый капитал там, как таковой, вот такой сильный не имеет. То есть, вот и колонии в Индии нет, и империалистам она вылезет. Давайте вот это… …на и пряде и является. Совершенно верно. Оттолкнемся от вашего совершенно верного вывода, что вот капиталистический мир, он целиком как бы, в целом перешел в стадию монополистического капитализма. Но роль стран оказалась разная. На одном полюсе небольшая группа тех стран, которые мы можем назвать собственные империалистические страны. Образно говоря, империалистические хищники, империалистические разбойники, которые грабят другой мир. На другом полюсе большое количество государств, которые оказались зависимыми от этих империалистических хищников, являются ограбляемыми. Вот такое разделение труда, в кавычках можно сказать, в капиталистическом мире на стадии империализма. Ну и на той, так сказать, до империалистической стадии тоже были колонии, был грабеж, но сейчас вот это четко видно. Хотя, повторимся, что действует закон неравномерности экономического и политического развития стран, и если мы проследим историю уже, так сказать, возьмем где-то вековую историю, то мы видим, что одни страны, которые раньше были империалистическими, вроде как в тень отошли, куда-то так, в сторону, на их место выднулись другие. И вот это соотношение сил постоянно меняется, потому что конкурентная борьба, она присутствует, она, так сказать, заставляет предпринимать какие-то действия, что приводит в конечном итоге к изменению соотношения баланса сил в мире капитала. Какие империалистические страны мы можем назвать сегодня? США. Соединенные Штаты Америки – это главная ведущая страна. Главная жандарь. Ну это уже, да, выводы мы вводим вверх. Великобритания. Великобритания, наверное. Великобритания. Наверное. А ЕС – это… Ну это не страна. Не так сказать, да. Не страна. Францию можно назвать. Наверное, Францию. Германия. Вот крупнейшие страны европейского сообщества с полного основания можно отнести к империалистическим странам. Это Франция и Германия как основные. Совершенно верно. Давайте такой попутный вопрос. А вообще, вот если мы в целом посмотрим на наш земной шар, только ли капиталистические страны есть? Капиталистический лагерь. Какие страны? Северная Корея, Лаос, Вьетнам, Куба и Китайская Народная Республика. Которая, наверное, является сейчас лидером лагеря социализма. Так, ну замечательно мы и двигаемся вперед. Замечательно. Значит, давайте мы остановимся на ряде вопросов, которые звучали в ответах. Докладываю вам, что проверены все контрольные работы, которые поступили по состоянию на 10 утра сегодняшнего дня. Было 74 контрольные работы. Ну достаточно, чтобы уже получить картину и кое-что обсудить. Могу сказать, что все работы замечательные в том плане, что товарищи подошли ответственно. Не знаете, так бездумно бывает набирал, там в интернете или с книжки списал и послал. Как-то вот они все пропущены через голову. И это замечательно. В целом ответы правильные, но есть те, с которыми я бы не то что поспорил. Делал бы определенные замечания, мы немножко разобрали бы. Так, вот такие определения по первому вопросу понятию империализма. В одной из контрольных встретилось. Финансовый капитал это срочные промышленные и банковские капиталы. Правильный ответ? Финансовый капитал. Ну вы называли признак империализма. Финансовый капитал. Сращивание банковского и промышленного. Да, совершенно верное замечание. То есть здесь главное действующее лицо сращивание банковский капитал. И второе уточнение. Я думаю здесь просто пропущено. Не просто банковский капитал и промышленный капитал. Какой? Монополистический банковский капитал. Банковские монополии сращиваются с промышленным монополием. И вот получается в итоге финансовый капитал. Дальше определение. Финансовый капитал это банковский капитал сращенный с промышленным капиталом. Ну это мы разобрали. Банковский капитал возрастает за счет средств полученных с процентов. Спонсируя промышленность. Ну я думаю здесь термин неудачный спонсировать. Спонсором это что такое спонсор? Который как бы и безвозвратно дает деньги. Так ведь? Поэтому я думаю слово спонсировать здесь неудачное. Банковский капитал возвращает за счет средств полученных с процентов. За счет предоставления кредитов, займов или суд. Вот так можно сказать. Капиталистам, функционирующим капиталистам. Что такое кредит? Ну синонимы займ, суда. То есть как живут банки? За счет чего? За счет предоставления кредитов, средств в долг. Любовременная польза. Вот это совершенно правильный термин. Предоставление денежных средств, кредитов во временное пользование на основе платности и возвратности. Банковский процент это что есть? Плата за пользование. Да, плата за пользование. А если бы поглубже взглянуть? Прибавочная основа. Вы взглянули самую суть, копнули. Но есть промежуточные ступенечки. Ну давайте мы сплисать от печки. Итак, первый том капитала Маркс раскрыл тайну прибавочной стоимости, источником которой является труд прибавочный труд наемных рабочих. На основании законов товарного производства эту самую прибавочную стоимость присваивает капиталист, функционирующий промышленный капиталист. То есть прибавочная стоимость создается в сфере производства. На поверхности явлений прибавочная стоимость выступает как прибыль. Прибыль это превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего анонсированного капитала. Ну вот, поверхностная форма это прибыль. Уже прибавочная стоимость вы нигде сейчас в литературе никакой не найдете, буржуазной. Тем более в публицистике, газетах, журналах. Но прибыль это термин, он пожалуйста есть в бухгалтерских ведомостях, балансах, в отчетах финансовых и так далее. Это прибыль. Но мы уже знаем, что за прибыль стоит прибавочная стоимость. Вот получил промышленный капиталист вот эту самую прибыль. Дальше что происходит? Он должен поделиться этой прибылью с другими группами капиталистов, участниками. Ну можно так сказать, совершенно верно. Старовым капиталистам должен поделиться прибылью. Торговый капиталист выполняет важную функцию, торговый капитал. Реализует все, что произвел капиталист. С банкиром вынужден поделиться? Вынужден. Потому что банкир предоставлял промышленному капиталисту кредиты. То есть денежные средства необходимые, чтобы обеспечить нормальный процесс производства промышленного капиталиста. И эти денежные средства он, во-первых, должен вернуть через какое-то время и, в-третьих, заплатить процент. Какую-то плату заплатить. Источником этой платы что является? Прибыль промышленного капиталиста. Прибыль промышленного капиталиста. Он должен больше эксплуатировать? Это распределенный прибыль? Да если он будет, как обычно, эксплуатировать, а не сверх эксплуатацией заниматься, все равно будет, так сказать, прибыль и у промышленного капиталиста, и у торгового капиталиста, и у банковского, да. Вот распределение вот этой самой прибыли или прибавочной стоимости, создаваемой в сфере производства, это предмет исследования третьего тома капитала. То есть она как распределяется? Значит, торговый капиталист получает торговую прибыль. Банкир, банковский капиталист получает банковский процент. Все, что остается промышленного капиталиста, называется предпринимательский доход. Ну, если брать строгие научные понятия. Вот все они получили. Каждой сестре по серьге все остались при своих. То есть, если теперь обратно пойти, то банковский процент, вот, стоят банки сейчас. В городе у нас их, наверное, штук, если брать с филиалами, штук 200, да, банки. Будут красивые здания, ходят там люди в галстуках, в блузках, девушки. Ну, какие-нибудь галстучки красивые повязаны, бейджики. Ничего там не создают материального. Так ведь? А прибыль имеют. Вот откуда получают прибыль банковские капиталисты? Вот он. За счет банковского процента. То есть, промышленные, функционирующие капиталисты вынуждены отдавать банкирам часть своей прибыли, которая получила название банковский процент. Но это попутно. Значит, идем дальше. Вот такое понятие было империализма. Империализм – это государственная политика, основанная на использовании военной силы для разных форм внешнеэкономической экспансии, в том числе для захвата территорий. Точка. Это высшая и последняя стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий, борьбой между крупными капиталистическими странами за источники сырья и рынки сбыта. Ну, вот второе предложение – это совершенно правильный ответ – понятие империализма. Ведь империализм – это что такое? Стадия капитализма. Капитализм, мы рассматриваем капитализм как способ производства, то есть, экономические отношения, производственные отношения. Это базисные отношения. А политика – это что такое? Политика к какой сфере относится? К настройке, конечно. Конечно, к настройке. Здесь важный момент. Вот такую трактовку империализма давал такой Карл Каутский. Слышали, наверное, такую фамилию? Ну, это один из политиков социал-демократического толка, которые жили во времена второй половины, скажем так, 19-го века, начало 20-го века. Ну, будем считать, что современник Ленина. Начинал как марксист, а закончил как ренегат марксизм. А это его разваливающиеся социалистами? Возможно, надо посмотреть. Значит, Карл Каутский – один из лидеров европейской социал-демократии. Ну, как мы знаем, в 1914 году все социалистические или коммунистические социал-демократические страны предали социализм, когда голосовали за военные кредиты. И вмиг они стали некоммунистическими, ревизионистскими. Вот Карл Каутский – один из таких представителей. Есть такое слово – ренегат, ревизионист, предатель. Так вот, мы возвращаемся к понятию империализма. У Карла Каутского, вот он проводил такую линию, анализ, что империализм – это только политика империалистическая. На что Ленин совершенно справедливо дал критику, нет. Политика – это сфера надстроечная. А мы должны брать базис и затем брать единство. А базис – это отношение экономический. Поэтому совершенно точное понятие империализма – это все-таки монополистическая стадия капитализма. Так, ну еще надо придраться мне к одному понятию. Значит, вот такое определение. Империализм – это высший этап развития капитализма, когда противоречия обострены до предела, не связанный непосредственно с производством банковский капитал обретает контроль над промышленным капиталом, сращивается с ним, образуя монополии. Но это не точность. Не будем здесь придираться, мы это разобрались. «Монополии определяют экономическое бытие и обретают власть, соединяясь с государственным аппаратом». Ну, вот так вот иносказательно. Автор ответа пишет и дает понятие государственно-монополистического капитализма, как ступеньки над империализмом. И вот последнее предложение. «Общественное сознание тем временем мелкобуржуазное». Ну, это совсем непонятно. «Общественное сознание тем временем мелкобуржуазное». Ну, вы знаете, такой один из тезисов положений, точнее, исторического материализма. Что «общественное»? «Бытие определяет общественное сознание». «Бытие определяет общественное сознание». При империализме какое общественное бытие? Ну, империализм – это какое бытие? «Галичное». «Нет, имеется в виду это буржуазное, капиталистическое». «Буржуазное». «Кроме буржуазного…» «Ну, какое, здравствуйте!» Но если бытие буржуазное, то какое сознание общественное? Буржуазное, конечно. Конечно, буржуазное. Вот основной тезис. Хотя при капитализме, даже при самом высокоразвитом монополистическом капитализме, государственном монополистическом капитализме, всегда остаётся мелкотоварный сектор. Вот там, где атомизированные, частные, мелкие, частные производители, вот они порождают мелкобуржуазное сознание. Что значит мелкобуржуазное сознание? Иначе говоря, общественное сознание. Мелкобуржуазия. Мелкобуржуазия – это кто? Это мелкие частные товаропроизводители, которые выходят и… То есть правильно сказать, что буржуазное сознание… Ну, конечно. У нашей страны какая? Мелкобуржуазная или буржуазная? Буржуазная. Это бытие. Бытие, то есть экономическое. Это другой вопрос сейчас. Но раз базис у нас буржуазный, то какое общественное сознание? Буржуазная, конечно, буржуазная. Другое дело, что есть у нас мелкотоварный сектор. Есть он? Есть. Другой вопрос, как он? Большой, небольшой? Нынешний руководитель уже 30 лет. Все пытаются создать. Конечно, конечно. Так. Идем дальше. То есть, несмотря на то, что мелкобуржуазная составляет больше процентов населения, все равно будет господшее буржуазное сознание? Значит, мы должны почему? Давать ответ на вопрос, почему. У нас какая страна буржуазная или мелкобуржуазная? Вот базис, экономические отношения. У нас не большинство населения. Во-первых, не большинство. Будет, когда было большинство мелкобуржуазное, это у нас было до революции, когда 70% населения были крестьяне. Я просто часто слышал, что вот есть мелкобуржуазное сознание. Оно, конечно, есть. Нет, оно есть, поскольку есть класс мелкобуржуазии. Есть целый экономический сектор мелкотоварный у нас. Есть ведь? Вот он и порождает это сознание. Ну, этих людей мало, на самом деле, в массе населенной страны. В данный момент у нас сейчас. Да, но они не владеют средствами массового у нас. Не, я понимаю, просто часто встречаю же, что нужно отказаться от мелкобуржуазного сознания, если оно не превалендует смысл тогда. То есть, я просто не часто слышал борьба с буржуазным сознанием, а часто слышал мелкобуржуазов. Значит, смотрите, о чем идет речь. Откуда вы слышали? Вы, наверное, слышали, когда рассматривали вопросы развития социализма. Так ведь? Вот оттуда идет. А социализму внутренне присущие противоречия между коммунистической природой и социализмом и отрицанием, связанным с выхождением предшествующего строя. Понимаете? И вот есть такое явление. Это же не какие-то кусочки капитализма, да? Или кусочки мелкотоварного производства. Это было в переходный период от капитализма к коммунизму. Вот когда мы получили коммунизм как наличное бытие, но все равно отрицание в нем есть, связанное с выхождением из предшествующего строя, из предшествующей формации. Есть. Как момент. Да. Родимые пятна, можно сказать, да? Что еще какие-то такие? Отношения к коммунистям. Отпечатки, следы и так далее. А строгий научный термин, да, что отрицание коммунизма в нем самом. Как момент. Связанное с выхождением из предшествующего строя. И вот он получил название науки как мелкобуржуазность. Нелкобуржуазность. То есть вот все у нас коммунистическое. Вот он, рабочий класс, да? Там интеллигенция. А это тоже самоштаб портунет? Нет. Нет, это совсем другое явление. Ну, вот все у нас коммунистическое, да? Все за общественные интересы. Это вот отражает коммунистическую природу социализма. Основная генеральная тенденция. Но в нем сидит его отрицание. Вот эта мелкобуржуазность. То есть постановка во главу угла каких-то интересов противоположных общественным. Предположенных общественным, да. Вот такой термин был, понятие. Мелкобуржуазность. Соответственно, от него пошли мелкобуржуазные, так сказать, отношения, мелкобуржуазные пережитки и так далее, и тому подобное. А почему они не нравятся, когда буржуазные? А потому что при социализме нет вот этой буржуазии. Понимаете? То есть здесь идет путаница, когда мы берем переходный период от капитализма к коммунизму и непосредственно социализм или коммунизм в первой фазе. Вот в переходный период у нас есть и класс капиталистов, и класс мелкой буржуазии, класс мелких товаропроизводителей. А при социализме нет ни того, ни другого. А есть вот такое вот понятие, как мелкобуржуазность. Осталось только, как остатки. Это первое. Второе. Мелкобуржуазность, мелкобуржуазия или мелкотоварная производство. Это что такое? Это основа капитализма, которая… Вот у Ленина замечательная, красивая такая фраза, мысль, что товарное производство ежечасно, ежеминутно рождает капитализм. То есть вот такая связь между мелкобуржуазией и, скажем, капиталистическим производством. Она непосредственно мелкобуржуазия, мелкобуржуазия, мелкобуржуазный производство, неправильно сказать, мелкотоварный производство, оно постоянно рождает капиталистическое. Вот такая вот получается тенденция. То есть есть вот такая связь. Так, мы можем сделать перерыв и потом продолжим. Вопросы по открыт, как я сейчас скажу, подойдут, что правильно задать по поводу промышленности. То есть у нас сейчас уже с установлением партии требуемся к тому, чтобы агитировать рабочих предприятий промышленных, а где можно найти список, или есть ли такой вообще список, для больших предприятий города и в области. В открытых источниках. То есть в одном месте их найти где-нибудь можно. Значит, мы когда... Это просто вопрос к тому, что если меняется список такой, то можно место вставить условную карту, чтобы знать, где можно добавить свои... У нас это было здесь. Во всяком случае, я видел, работал со списком крупных и средних промышленных предприятий города Санкт-Петербурга. Таких порядка 750. Это очень много. Здесь непочаток райработы. Нашел это на сайте администрации. Это на сайте администрации города Санкт-Петербурга. Видите, такой. Вот, мы эти. Основные промышленные производства Санкт-Петербурга. 13 страница по отраслям. Вот такое здесь, да. Это уже ПДФ-файл, да, такой документ? Да, да. Вот можно записать и сады разъясниться на акции из Акт-Петербурга. Проект Санкт-Петербурга, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Что ты же пишешь? Вот. В общем, все эти крупные и средние промышленные предприятия здесь есть отрасля. И краткая характеристика. Значит, все согласны с тем, какие страны у нас являются империалистическими, да? То есть, на сегодня главное, главный хищник, главная акула империалистическая – это Соединенные Штаты Америки. И вот такая система ограбления выработана прежде всего Соединенных Штатов Америки. Ну, просто идеальная. Помните такое выражение «принести на блюдечке с голубой каемочкой», да? из известного романа. Так вот, Соединенные Штаты Америки создали такую систему, когда все вот ограбляемые страны, все зависимые от них страны, они не то, что на одном блюдечке, они на многие блюдечки постоянно несут. Все, что создается трудом рабочих этих стран. Удивительное дело, на каждой цепочке, что бы ни сделали, везде надо как бы отдать дань, ну, слово «дань» берем в кавычку, заплатить американскому империализму как наиболее крупному, наиболее мощному. Причем делается это очень изящно. Вот это такая финансовая система, да? Одно дело, когда к вам пристали в подъезде с ножиком в горле, да, грабитель, да, преступление. А так, сами несете. Чем больше, тем лучше. Еще спасибо говорить. Вот она финансовая система, какая-то надстройка на производство, не вот там сюда творится. Самые простые примеры. Вот, скажем, собрали свое, накопили денежек, собрали с семьей в отпуск поехать. Вам надо купить 100 долларов. Бывает такое? Бывает, наверное. Ну, может быть, когда-то будет. Вы что делаете? Берете рубли, приходите в банк, покупаете 100 долларов, так? То есть туда рубли, пошли, сюда, к вам, доллары. Казалось бы, все равноправно. Туда рубли, наша валюта, российская, вам, доллары. А на самом деле-то, вот если раскручивать всю эту цепочку, оказывается, не так все дело просто. Вот, чтобы напечатать доллары, где их печатают? В Америке, да? Наличные. Это американская правительственная нажала на кнопочку, там и пошел процесс. Рубли то же самое. Но это не так происходит, что российский банк, покупая доллары, американского банка отдает рубли. Нет, конечно. В конечном итоге, товары туда идут, реальные вещи, товары идут. Все страны, 200 стран зависимых, вот туда, в Америку гонят. Если евро, значит евро. Мы можем на таких примерах, простых, посмотреть эту систему. Можем на более сложных. Например, взять мировую систему расчетов. То есть, это же не наличными расчетами, предприятия, организации, юридические лица, ведь не наличные рассчитываются, а безналичными расчетами. Вот для этого существует банковская система. В каждой стране свои банки, а между банками, между странами. Вот создана такая система. Вы, наверное, слышали об этой системе международных, так сказать, расчетов. С центром вроде как грысили. Вопрос такой, на засыпку. Даю вам один вариант ответа. Ну, два, может быть. Какую основную валютой рассчитываются все страны? На доллар. Конечно, на доллар. На втором месте? Евро. Дальше посмотреть. Третье, четвертое, пятое место. Это будут валюты других империалистических государств или крупных держав. Или мощных, кстати, в финансовом плане. То есть, там есть иена японская, есть фунт стерлинга, потому что Великобритания не выходит в ЕС и так далее. Но альвийная доля расчетов, это процентов, наверное, под 90-х, это вот доллары и евро, конечно. Чтобы рассчитываться в этих валютах, российские банки что делают? Вынуждены покупать. Так ведь? Эти валюты. А в конечном итоге ведь не рубли же мы отдаем замену. Идут туда, идет огромный поток товаров. Это вот одна сторона. Дальше. Вот очень показательный пример. Есть две крупные страны. Одна крупнейшая, вторая, может быть, даже сейчас первая уже по экономическому ущену, это Китайская Народная Республика. Вторая крупная капиталистическая держава Россия, Российская Федерация. Между нами существуют между этими двумя странами. Есть экспортные и импортные операции. Так ведь? Торгуют товарами, покупаем у Китая, продаем что-то. Вопрос у нас в каких валютах идет расчет? Сейчас вроде бы есть расчеты и уанных рублей. Не есть. Мало есть. Основная валюта, по которой рассчитываются в торговых операциях, экспортные и импортные, Китайская Народная Республика и Россия. Одну попытку дают. На страну доллара. Конечно, доллар. Вот вроде удивительно, на первый взгляд, да, ситуация. А вот она такая. То есть, доллары – это мировая валюта. Следующие примеры. Все страны вынуждены держать, иметь определенные резервы. Кто больше, кто меньше. Надо же иметь валютные резервы. всякое может случиться. Стихийное бедствие, война, не дай бог, и еще что-то такое, кризис какой-нибудь. В каких валютах все страны капиталистические, да и социалистические, держат резервы? Прежде всего, в долларах, конечно. Основное. Затем, евро и вот тех валютах, что называл, которые господствуют в мире расчетов. Вот что значит купить доллары? Опять то же самое, перегнать товары туда. Это одна сторона медали. Второе. Общая сумма валютных резервов, которые держат все страны, более 6 триллионов долларов, если возьмем только американскую валюту. 6 триллионов долларов. Значит, вот представляете, на какую сумму вот эти страны перегнали товары в Америку, реальные товары, да? Взамен получили, ну, в кавычках, да, ну, бумажки. Сейчас, конечно, они даже не печатают. Сейчас, безналичной формы. Сейчас на кнопочку нажал. То есть 6 триллионов долларов. Вот как, надеюсь, Америка зарабатывает? Даже вот на таких мелких деталях, но получается громадной суммы. Инфляция. Что это такое? А если не рабочая сила попала? Ну, вы в суд копнули. А если такое точное определение? Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара. Рабочая сила. Это очень такой важный, мощный, идеальный, так сказать, инструмент в руках любого буржуазного государства. Чтобы отнять у трудящихся, у рабочих, прежде всего, то, что они создают своим трудом. Изящно, да? Всегда, когда поднимаются цены, вот я, видите, с лоскал, поднимаются, они как бы сами по себе растут. Хотя на самом деле их повышают, да? То же самое буржуазное государство и капиталисты. Но, вот, растут цены в стране. Значит, Америка – капиталистическая страна. Американское правительство использует этот метод государственного регулирования и перекачивания средств? Конечно, использует. Ну, так это, вежливо так, незаметно. Инфляция бывает, знаете, галлопирующая, когда там сотни раз цены повышаются за год, бывает такая ползучая этой стермины. Ползучая инфляция незаметная. Полпроцента, один процент, полтора процента, два процента. Вот, в Соединенных Штатах Америки вот такая инфляция. Значит, каждый год доллар обесценивается на один-два процента. Поэтому, те страны, которые умеют держать, сказать, свои валютные резервы в долларах, они что? Тоже обесцениваются. Обесцениваются. То есть, они теряют. Можете сделать простой расчет. Вот эти 6 триллионов долларов умножить на 2 процента. Сколько получится? Ну, 120. 120 миллиардов долларов. Вот если в Соединенных Штатах Америки, скажем, инфляция 2 процента в году составила. Сколько получил американский финансовый капитал, так ни пито, ни едино. Ну, так вот, таким изящным методом. За счет инфляции. Сколько? 120 миллиардов долларов. Сколько это в рублях будет? Я уже в голове не могу сосчитать. Дяжело получается. Ну, уносите там на 73. по нынешнему курсу. Сколько получится? Ваши триллионов 7 9400. 7 триллионов. Я думаю, 8 триллионов. 8 триллионов. 8 триллионов рублей. Вот это уже 8 триллионов рублей. Это значительная часть нашего бюджета государственного. Так ли? И вот со всего мира. Только за счет инфляции вот они собрали. Одного из там многих методов эксплуатации. Вот, так сказать, роль ведущего главного империалистического хищника. Ну, здесь мы можем долго рассказывать. У нас вопросы другие будут все-таки. Значит, идем дальше. империализм это высшая и последняя стадия капитализма. Что следует за этой стадией? Другая формация, другой строй коммунистический. И капитализм выступает по отношению к коммунизму, как бы матерью, если можно сказать. Непосредственно в капитализме социалистические производственные отношения не возникают. Мы с вами об этом говорили на прошлом занятии. Возникает только некая объективная предпосылка. Ну, возникает предпосылка прежде всего и наиболее развитой формы. Об этом мы говорили. Вот давайте остановимся на этом вопросе объективной предпосылки социализма нынешней гуржуазной России. Есть они или нет? Кто может сказать? Рассказать. Ну, во-первых, что понимается под объективными предпосылками социализма? Ну, рабочий класс, наверное, все-таки субъективный. Объективные они как бы вот такие независимы от воли и сознания, да? Ну, одной фразой, одной мыслью. Рабочий класс, он где занят? Производственность. Что должно? Что является объективной предпосылкой социализма? Это крупное машинное производство или крупное обобществленное производство. Монополистическое производство, да. Вот откуда возникает социализм. Впрочем, или заводов и фабрика. Там, где трутся рабочий класс. И не просто какие-то мелкие, небольшие заводики, конторки, а крупные вина производства. Здесь трутся тысячи рабочих. Вот отсюда возникает социализм. Это его объективные предпосылки. Как с этими объективными предпосылками отстает дело в нынешней России? Есть они у нас или нет? Но пока вы думаете, возникла дискуссия. Если брать контрольные работы, вот эти 70 контрольных работ, ну, в целом-то основная масса слушателей написала, что объективные предпосылки социализма на стране имеются. Но кто-то писал, что и нету их. Но я выборочно прочитаю. Товарищ Валерий Григорьевич Кибец пишет, «Современной России имеются объективные предпосылки социализма. Это наличие крупного промышленного производства и рабочего класса, сконцентрировано на крупных промышленных предприятиях». Но правда, он здесь пишет, «Отсутствуют субъективные предпосылки социализма, внесенные в рабочий класс сознание, его силы в борьбе за свое освобождение и наличие коммунистической партии как авангарда рабочего класса, наличие советов как форму диктатуры пролетариата». Это я бы поспорил здесь с одним вопросом. Вот товарищ Минеев пишет, слушатели, «Предпосылки перехода к коммунизму в нашей стране более велики, чем в других странах империализма». Но это связано с тем, что у нас был социализм, в настоящее время рассчитывается 26 миллионов рабочих, совершенно правильная цифра. Из них около 8 миллионов четко относящихся к ленинскому определению пролетариата. Данное Ленину в работе «Великий почин». Помните это определение, не пролетариата, а диктатура пролетариата? Определенные классы именно городские, фабрично-заводские, вообще промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящейся. Вплоть до полной победы коммунизма. Вот Александр Сергеевич Пригодич пишет, концентрация производства и его монополизация неизбежно увеличивают планомерность в экономике, планомерность внутри монополий, уточняется, что является показателем того, что экономика готова к социалистическим преобразованиям. Товарищ Беркутов пишет, условиями создания предпосылок социализма является развитие материального производства и увеличение доли государства в экономике страны. Это позволит перейти от империализма к следующей стадии. Ну вот он пишет правильно, дальше пишет следующий. На данный момент таких предпосылок нет, так как доли государства в материальном производстве не растет, а падает. И продолжается процесс приватизации различных государственных активов. Ну вот можно здесь пообсуждать, поспорить. Ну вот, очень хорошо. Нет, ну я как бы так считаю, потому что помимо того, что наличие самого материального производства, здесь еще важна как бы сама структура производства. То есть если раньше, например, были действительно глубоко интегрированные цепочки предприятий по выпуску продукции от АРА, то сейчас все это уже активно. чем дальше, тем больше разрушаются. То есть от того, что у нас создали, допустим, там, судостроительную корпорацию, либо самоглодостроительную, либо мы видим там, допустим, автолаз, который, нам живет. В реальности все это просто превращается в достаточно такие умные сборочные производства. И никакие, никакие вот эти цепочки предприятий, которые за ними стоят, сотни тысяч стоят, они уже уничтожены. И в лучшем случае там какие-то на уровне кооперативов, каких-то мастерских, что-то штучное производство, а основная масса комплектующих ведет все из-за рубежа. То есть сейчас мы на самом деле уже дошли к промышленному состоянию, что, условно говоря, если у нас закроются завтра границы, то мы, наверное, не сможем произвести вообще уже никакого ни легкового, ни грузового автомобиля. потому что даже внутри УАЗика уже вся электроника импортная, микробураторов мы даже и вентарно не можем вернуться назад. Все это производство уничтожает. А как бы сила именно производственных цепочек этого рабочего класса именно в той зависимости, когда плетал зависит от этих рабочих, когда эта интегрированная цепочка на длинный любой разрон в этой цепочке грозит огромной потери. А сейчас все на стадии условно говоря там завезут из Узбекистана поставят на коллегу собирать в углубле у нас нет незаменимых людей. Все как насводится. Что-то сложное, оно штучное. А штучное оно не играет такую роль все-таки в экономике. Ну и капитал, грубо говоря, без разницы. Ну и помучались СОПО, мы сделали, мы купили СИМИ с поезда и все все довольное. Понятно. Какие смысли? Вот вы показали одну тенденцию. Может диалетика развивается, она растает. А на самом-то деле в жизни противоречивая все есть? Есть другая тенденция? Мы должны их учитывать? Учитывать. Замечательно. Можно по-простому сказать. Нет, предпосылки есть, но положительного роста этих предпосылок я на премьер. А я прицепился к ответу. На данный момент таких предпосылок нет. Сейчас я полностью согласен. Они есть, конечно. Конечно, есть. Но роста этих предпосылок нет. вот с этим тоже можно согласиться. То есть еще раз повторимся. Наскапитализм российский нынешний, он образовался или произошел из социализма, который представлял собой крупное обосчисленное производство единого наполя. Вот его в ходе приватизации и бесприватизации стали разрушать. И эта тенденция, полностью согласен, она, тенденция разрушения, она не остановлена. Она продолжается. Это мы видим по объективным показателям российской статистики экономической производственной. Это видим по каким-то примерам. Но с другой стороны есть и противоположная тенденция. Ведь создаются предприятия и какие-то попытки восстановить те цепочки крупной производства, пытаться конкурировать с действительными монополиями, они существуют. Ну, пример, пожалуйста, вот объединенная строительная корпорация, объединенная субестроительная корпорация, сырьевые производства, производство первичной обработки. Но Газпром это монополия вообще-то? Монополия. Другой вопрос, что это сырьевая монополия. А там Глукойл, Роснефть, это же монополия, в общем-то. Они как-то пытаются на равных действовать с крупнейшими международными монополиями. или производство стали, тоже у нас есть монополия, производство цветных металлов и так далее. То есть, есть противоположная тенденция. Вот куда она идет, ну, могу сказать, что объем промышленного производства за 30 лет, объем промышленности, это у нас ядро экономики, он так и не достиг уровня РССР еще тогда 1990 года. Я по-всякому здесь считаю, раньше были и показатели, потом они как-то это убрали из Росстата. Ну, надо брать предыдущие статистические справочники и перемножать. Там дается тенденция изменения объема производства по отношению к предыдущему году. Вот у меня всяк получается, на 90% даже не выхожу. То есть, вот тенденция разрушения она преобладает. 30 лет это огромный срок, колоссальный срок. За 30 лет что можно сделать-то? Да много можно сделать. Даже за 10 лет можно экономику поднять. И за 5, ну, за 10 это точно. А здесь 30 лет. Есть грубое выражение коту под хвост. Вот оно так продолжается. Можно по-простому сказать, не все еще разрушили. Российские капиталисты и буржуазная власть не все еще разрушили. Тут еще такой момент, что еще и зарубежные, капиталы тоже не дают развивать здесь всеми силами. Сейчас же будет облородная нару, как-то будет прямой по дополнительной по нашему внутреннему производству. Поскольку у нас более низкие технологии, мы покупаем на Западе, то Запад, вводя эти бюро налог, фактически он облагает наши низкие технологии дополнительным налогом. То есть мы снова теряем комплиментно-способность на внешних и там речь идет там что-то десятки миллиардов там за пять лет выплачила фактически Россия. Это тысячи нитей, когда империалистические страны привязывают зависимые к себе. Вот три этапа, три метода. Вот те Соединенные Штаты Америки и крупнейшие империалистические державы. И как бы было бы желательно, чтобы зависимые страны им приносили бы эти денежки, товары, денежки. И безропотно отдавали. Вот для этого созданы вот эти механизмы и в том числе им же мало все время. Есть ограничения получения прибыли. Какие-то пределы. Нету, конечно. Нету. Это бесконечно. Если миллион хочется, миллиард, миллиард, триллион и так далее. Никаких ограничений нету. И вот изобретаются эти методы. А если санкции принуждение. Тогда же вступают политические методы. Это санкции и много-много еще другого. Санкции это что такое? Фактически меры принуждения к тому, чтобы оставить свои зависимости эти страны. А если санкции не действуют, отказываются, тогда пожалуйста, военная сила, всегда авианосные группы, бомбардировщики, крылатые ракеты, и все же государства уничтожаются. Ну не все сейчас Америки по силам, китайская народная республика, серьезно сказать, угроза. Иран не сдается, Россия пытается что-то изображать из себя, Венесуэла никак не поддается. Народ демократической Ну да, я беру из капиталистических стран. Те, кто послабее оказались, их уже нет. Что с Ливией сделали? Уничтожено. Что с Ираком сделали? Уничтожено. Таких примеров более небольших стран десятки и сотни. То есть здесь как говорится тенденция есть. А что касается России? Значит первый вывод однозначный. То есть объективные предпосылки существуют в виде скажем так аккуратно не уничтоженные до конца промышленности и наличие фабрично-заводских и городских промышленных рабочих. Цифры мы приводили по-моему на прошлом занятии. Для того чтобы совершить переворот в капиталистическом способе производства в 2017 году достаточно около 4 миллиона фабрично-заводских рабочих промышленных. Сейчас у нас в одной промышленности порядка 10 миллионов. Стран меньше по площади по размеру. Есть с этим делом. Второй вопрос. А вот он может быть и не связанный непосредственно с этим делом. Нет, он непосредственно как раз связан. А вот такой. А вот развитие производства, буржуазное производство в России будет способствовать продвижению вперед к социализму или нет. Ведь у нас какая страна капиталистическая. Производство буржуазное. Если будет развиваться буржуазное производство, то что будет? Усиливаться, эксплуатация, будет больше выкачивать прибавочные стоимости, прибыли из работе. Вот эта тенденция развития, сохранения отечественного производства, его развитие, будет способствовать приближению, приближать нас к социализму или нет? А почему? Потому что, во-первых, саморазвитие производительных сил, это в любом случае развитие как бы общества. Не важно под каким стройом оно развивается. А во-вторых, ну как будет больше производиться для общества внутри страны. То есть это большая независимость. А ты умеешь в монополии? Концентрация капитала обязательно будет. Я полностью согласен с вами, как вы начали аргументировать. Я сталкиваюсь с таким небольшой группой товарищей, которые вроде как участвуют в общественной жизни, в политической, у них позиция следующая. Вот чем хуже, тем лучше. Вот пускай в России все полностью производство будет уничтожено, вот тогда, мол, люди встанут и поднимутся, и пойдут грамить капитализм. Совершенно верно. Они часто умирают у нас. А здесь, если такое произойдет, так какая здесь революция, и какой там социалистический переворот. Здесь, как-то, не до жира быть бы живым. Вот посмотрите, статистика по заработной плате. Скажем, есть средний уровень заработной платы, да? Сейчас за 60 тысяч уже. По городу имеется в виду. Но среднюю температуру по больнице вы знаете этот анекдот. Что касается рабочих, та единственная материальная сила, которая способна совершить переворот в капиталистическом способе производства, нашей буржуазной статистики искать и искать надо. Вот последние цифры были за 17-й год. 26 миллионов рабочих. Из них две трети где-то это у нас получается квалифицированные рабочие и одна треть неквалифицированные. Ну вот заработная плата была квалифицированных рабочих 36,3 тысячи рублей, а неквалифицированных 18,8 тысяч. Ну давайте сделаем скидку, но поскольку данных нету, можем сделать расчет, умножить как бы на коэффициенты инфляции, который был у нас в 18-м и 19-м году. Хотя не факт, что зарплата повышалась, а в прошлом году наоборот, всем резали, ну получается максимум 40 тысяч квалифицированный рабочий получает в среднем России, неквалифицированный 1020. Вот возьмем 20 тысяч, семья, а она предположим с детьми сидит дома. какая стоимость рабочей силы? более 200 тысяч рублей, 240 тысяч рублей в среднем. Это чтобы нормально существовать, а здесь 20 тысяч. Вот она статистика. против не попрешь не попрешь, не попрешь, значит, это что значит? полуголодное существование, так ведь? на 20 тысяч на 20 Даже если там какие-то социальные выплаты идут и прочее. в своей массе кстати низкие зарплаты это как раз именно в этих самых ОСК вот из всех вот там где на периферии завода там маленькие зарплаты достаточно большой коллектив трудовой и это сильно бежит по этой статистики потому что если допустим крупные города то здесь все-таки квалифицирован на работу получают 20 ну если мы возьмем квалифицирован 40 или 50 если квалифицирован 40 тысяч в среднем если в городе Москве там может быть и под 100 тысяч в Санкт-Петербурге 60 тысяч то среднее значит где-то на каких-то заводах в городах и весях России получают меньше и 30 и 20 и 15 тысяч то есть это полуголодное существование так сказать путь к вымиранию поэтому развитие производства оно оно как бы противоречиво понятное дело что когда капиталист строит новый завод он что будет делать высасывать соки из рабочих прибавочную стоимость присваивать но с другой стороны во-первых создается увеличивается рабочий класс так ведь то есть создается та материальная основа единственная материальная основа социализма то есть объективная предпосылка социализма по субъективному не хотелось говорить вот один товарищ написал интересный ответ надо обсуждать его товарищ Ребезов слушатель как идет вот эту цепочку организации борьбы рабочего класса на свои коренные интересы вкратце пройдемся первое создание кружков общества изучения политических философских и экономических трудов классиков марксизма ленизма второе агитация масс-пролетариата с целью пробуждения его классового самосознания привлечение пролетариата к обучению в кружки третье организация профсоюзов в различных трудовых коллективах и осуществлениями борьбы за социально-экономические интересы организация связи и сотрудничества между профсоюзами четвертое организация на базе профсоюза органа коллективного самоуправления совета как первичного органа социалистической власти пятая организация связи между советами путем создания советов на уровне города области региона страны далее организация самозащиты советов например народные дружины и последнее это создание общероссийским советом политической партии ну давайте пройдемся по этому ответу вот рабочий класс мы знаем мы же почитали Маркса капитал вывод такой что рабочий класс это единственный класс способный совершить переворот в капитализме единственный до конца революционный класс усвоили это вроде Владимир ведь если рабочий класс борется скажем за повышение заработной платы это экономическая борьба так ведь и без внесения научного социализма в рабочий класс это так дело ограничится как вот на западе в многих странах это называется трейд юнионизм вот борьба за копеечку с рубля вот чего начинается создание кружков если мы вспомним историю развития рабочего движения в России все проходили через это вспомним союз борьбы за освобождение рабочего класса который был создан Лениным но если остаться на этом уровне то что тогда ничего не будет ведь рабочий класс не может сам по себе он может осуществить свои преобразования предназначенные ему историей только через свой авангард и политическую партию и вот здесь вот как раз пропущено там в самом конце создание общероссийским советом политической партии кто создает политическую партию разве совет или органы власти партия это что такое по определению авангард класса авангард класса то есть население народ делится на классы классы руководятся как правы политические партии то есть вот после кружков это путь какой создание политической партии рабочего класса а дальше идет процесс какой организация профсоюзов различных трудовых коллективов совершенно правильно ведь профсоюзы профессиональные союзы это что организации по профессиям так ну вот как на базе профсоюза создается орган коллективного самоуправления вообще как показывает нам история и теория это же не так было создаются на предприятиях профсоюза или какие-то иные органы рабочие они выдвигают требования кому выдвигаются требования капиталисту владельству предприятия администрации и что когда организованный рабочий профсоюз или в какой-то комитет рабочий выданы требования тут же администрация предприятия и капиталист все 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 удовлетворяя все ваши требования отстанет только да нет конечно тридцайший случай а что возникает борьба вот она жесткая борьба и не факт что здесь победят в ходе этой борьбы что возникает забастовочная борьба идет и забастовочные комитеты и вот уже забастовочные комитеты выдвигают своих представителей и создается на базе забастовочных комитетов в городе совет вот этот орган власти он является представителем или формируется на основе первичных ячеек на предприятиях вот таким путем а уже потом когда возникают условия необходимые то есть субъективные революционные ситуации то же советы создаются на уровне области региона страны вот возникает советская власть настоящая советская власть что у нас еще здесь так из присутствующих есть те кто считает что нет у нас в России объективных предпосылок для социализма на сегодня несмотря на все негативные тенденции которые вы совершенно правильно сказали есть значит дело только за тем чтобы дальше двигаться так у меня вопросы закончились какие у вас вопросы по теме занятия но вот вопрос дискуссионный был является ли россия империалистической страной так разделились слушатели часть меньшее сказала что является империалистической страны большая часть сказала нет россия не является империалистической страной хорошие аргументы приводят так из присутствующих очна на занятия семинарском как вы считаете это я выявляю конечно она и сама является жертвы, но в то же время в свою очередь пожирают пирамиде. Хитро так, да? Ну, просто она в пирамиде, в пищевой цепочке не в конце стоит и не наверху, а находится где-то посередине. Нет, здесь, наверное, более-менее четко. Вот есть группа империалистических хищников, которых можно полностью, стопроцентно отнести к акулам этим, которые пожирают всех остальных и других. Ну, можно сказать, что донором для России, частично Белоруссия, Украина особо не являлась. Это сейчас объявлялось не экономить. То есть российский капитал там небольшие деньги вкладывает, оттуда получает прибыль. Ну, это отношение, скажем так, большой и небольшой страны, которая, так сказать, граничит, очень тесно связаны были история экономикой. Сейчас, на данный момент, вот есть силы, пожалуйста, то есть туда вкладываются какие-то средства, а тут получается вполне осознанная прибыль в виде там нефти и газа. И плюс недопущение конкурентной дороги с нашим госплом. То есть, как осуществляется такое? Нет, наверное. Все-таки давайте еще по определению. Совсем если вывод сделать. Есть группа небольших, небольшая группа эмплинистических государств, хищников, которые грабят весь остальной мир, весь остальной. Вот об этом речь идет. Конечно. А так, я думаю, что вот граничит два государства. Одно побольше, одно поменьше. Одно чуть более развитое, и вот чуть менее развитое. Ну, наверное, вот то, которое покрупнее, более развитое, оно будет высасывать соки из своего соседа. Разными путями. Но назвать его империалистической нельзя. Конечно. Вот интересные цифры насчет вывоза капитала. Очень показательные. Мы года два назад спорили с некоторыми теоретиками, так их назовем мягко, которые говорили, что Россия империалистическая страна. И приводили один пример. Ну, давайте. Признак империализма – вывоз капитала. Есть такое? Ну, то есть, то, что вывозят много денег. Вывоз капитала. Приводили цифры. Вот из России вывозится капитал. Есть вывоз капитал из России в других странах? Есть. Вот если разобраться, то все наоборот получается. Но вывоз фальшоры и вывоз капитала. И это тоже совершенно верно. Это разные вещи, да. Один существенный аргумент приводит. Приводили цифры, они складывают. Давайте. Здесь надо без цифр не обойтись, без пояснений. Во-первых, признак перехода к империализму – это не просто вывоз капитала. А если внимательно Ленина почитать, по-другому формулируют. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особое значение. Совершенно правильно. То есть, это преобладающее и решающее значение вывоза капитала по отношению к вывозу товаров. Вывоз товаров – это что? Это признак любой капиталистической страны, наверное. Так ведь? Поэтому давайте посмотрим. Значит, вывоз товаров – это экспорт товаров. Вот те цифры, которые, скажем, более-менее свежие. За 19-й год возьмем. Значит, вывоз товаров России за рубеж. Так, сейчас, секундочку. Составил порядка… Наверное, где-то… Я буду брать порядок цифр. Это четыре сотни миллиардов долларов. Вот так вот. Четыреста там, чуть побольше миллиардов долларов. Вывоз товаров. Вывоз капитала. Если вы зайдете на сайт Центрального банка, там много интересной статистики, кстати, полезной. Есть такая статистика, называется «Прямые инвестиции из России за рубеж». Что такое прямые инвестиции? Есть прямые, есть портфельные. Прямые инвестиции – это тот вывоз капитала, который дает контроль над предприятием. То есть, вот такое прямые инвестиции – это такой стопроцентный настоящий вывоз капитала. Значит, в девятнадцатом году вывоз капитала из России за рубеж составил всего 22 миллиарда долларов. Ну, давайте положим на чашу весов. Значит, вывоз товаров, там, 400. Ну, в двадцатом году он поменьше был из-за пандемии. В лучшие годы, там, скажем, превышал 500 миллиардов долларов и 22 миллиарда долларов. Ну, вы что, на порядок? В двадцать раз меньше, да? А еще раз прочитайте, пожалуйста, признак империализма, да? Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, превратят особо важное значение. Вот. Для кого-то он приобрел до каких-то стран, да, и характерен. Для России – это нет. Это с одной стороны. Но если мы туда в эти цифры углубимся, будем анализировать, то там еще интересная картина получается. Значит, вот эти 400 миллиардов долларов. Вот вывоз товаров, экспорт. По натуральной составляющей – это какие товары? В массе своей. Низкое переделы, сырье. Совершенно верно. Сырье плюс… Ну, его называют низкие переделы, либо первичные обработки. Так? Есть еще один показатель Росстат дает. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта российский. Вот по годам. Вот с 2013 года, почти за десятилетие, максимальная цифра была где-то около 14%. Вот последний год они дают 11%. Значит, остальные 80-90% – это что? Сырье, нефть, газ, продовольствие, древесина и товары первичной обработки. Металл, предположим, еще что-то. Вопрос на засыпку. Сырьевая составляющая экспорта – это характерная черта какой страны? Ну, еще точнее… Отсталой страны. Отсталой страны. Отсталой страны. Еще точнее… Уж совсем уж… Колонии. Колонии либо полуколонии. Совершенно верно. Вот оно. Туда вывозят капитал в такие страны? В нашу страну вывозят капитал в Запад. Ну, может быть, и так. Комиссан же все время говорит о том, что вот нам нужно западное ввести. Сейчас я закончу. А если мы посмотрим эти 22 миллиарда долларов прямых инвестиций России за рубеж, интересно получается картина. 22 миллиарда. Но это много в долларах. Какие-то заводы там построены. Там эксплуатируются рабочие российскими капиталистами. Прибыль сюда вывозится. Давайте по странам посмотрим. Так вот на первом месте стоит Кипр. В 2019 году туда вывезли 14 миллиардов долларов. Также сюда, тем странам, куда вывозится российский капитал якобы. Можно назвать Сингапур, Люксембург, остров Джерси. Я специально посмотрел на карте. Рядом с Великобританией остров. Вот получается вот эти 4 небольшие государства 18 миллиардов. То есть львиная доля так называемого вывоза капитала российского вот в эти страны. Это что за страны? Налоговые, рай, это офшорные страны. То есть на самом деле-то это, скорее всего, не вывоз капитала. Это вывод, вы правильно сказали, это вывод прибыли, который осуществляется российские капиталисты за рубеж. Что это подтверждается? Если мы посмотрим обратно, прямые инвестиции, иностранные инвестиции в экономику России по основным странам. Ну, можете с одной попыткой угадать, из какой страны к нам везут капиталы. Не, ну что, куда вывозим, оттуда и привозим. Кипр на первом месте. Ну, здесь данные у меня более ранние. Вот Кипр. Называй только. Багамы. Понимаете? Какая огромная, мощная страна. Ну, там миллиарды долларов девать некуда, она в Россию вывозит. Виргинские острова есть такие. Ну, и прочее, прочее, прочее. Даже Бермуды попали. То есть, скорее всего, за этими цифрами стоит не вывоз капитала, в его понимании, да, как вывоз стоимости за рубеж с целью получения прибавочной стоимости, а вывод прибыли российскими капиталистами. Ну, а мы знаем, что вместе с прибылями вывозится, что часть средств амортизационных отчислений, мы об этом говорили, которые предназначены на восстановление основных фондов у нас в России, в стране. Ну, их вот туда вывозят. И часть невыполученной заработной платы тоже туда попадает. Там они легализуются. И уже под видом иностранных инвестиций возвращаются в Россию. Ну, вот такая очень, на мой взгляд, показательная картина. Так, какие у вас вопросы? Ну, что, дорогие товарищи, у вас, значит, дальше занятия будут по плану. Я настоятельно рекомендую, советую, вот как хотите, разворачивайтесь, находите время, чтобы почитать те произведения, которые являются основнополагающими. Наука логики Егеля, Капитала Маркса и полное собрание сочинений Владимира Леонидовича Леонидовича. Но вопросов нет, тогда заканчиваем. Спасибо. И тогда вы уже будете другими преподавателями. Там будут небольшие изменения, но все, вдруг вы увидите. Все, спасибо. Спасибо.